Здоровье 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 Сергей Кузнецов, практикующий психолог, добрый день Как выяснилось, вовсе не все знают о том, что существует такое понятие, как пищевое поведение, что оно может быть правильным и неправильным Давайте договоримся, о чем мы вообще будем говорить, что такое пищевое поведение Пищевое поведение это такое немного биологизированный термин означает прием пищи, поиск приема пищи, вообще изначально это было из животного мира, потом почему-то перенесли на людей Вот, то есть придумали его биологи, специалисты по животному миру Смысл в том, что нарушение пищевого поведения это когда у человека меняется отношение к потребляемой пище Он либо ее потребляет чрезмерно, либо всячески себя в ней ограничивает Мы уже фактически начинаем говорить о самых распространенных видах нарушений, правильно? Да, их насчитывается три Есть три варианта То есть это чрезмерное потребление пищи Самое частое, наверное, вот это то, что называется компульсивным перееданием или просто перееданием Есть анорексия, это желание похудеть, это отказ от приема пищи, есть булимия, это переедание, которое сопровождается потом еще и дополнительно рвотой или какими-то другими очистительными мероприятиями И, собственно, вокруг этих трех аспектов крутится работа специалиста, который занимается вот такого рода проблемой Когда готовилась к программе, прочитала, что опасно любое состояние, при котором человек пытается составить себе правила питания и неукоснительно их придерживаться Не понимаю, почему? Если все у тебя по режиму, что в этом плохого? Здесь, наверное, ключевое слово неукоснительность То есть везде, где есть догма, есть определенная опасность Потому что, когда человек жестко придерживается какой-либо стратегии, как правило, потом он винит себя, отчаянно винит себя за то, что с этой стратегией сошел А сход со стратегией происходит всегда, в конечном итоге То есть, ну, редкий человек может похвастаться тем, что он может находиться в одном и том же режиме долгие-долгие годы Возвращаясь как раз к ночному перееданию Очень часто оно является именно признаком того, что в течение дня человек следовал каким-то очень неукоснительным законам относительно потребляемой пищи Этой потребляемой пищи ему, может быть, не хватать вот именно сегодня Когда, допустим, он потратил большее количество энергии, пробираясь по не очень чищенным дорогам, например Или какую-то интеллектуальную деятельность вел, активную, например, или физическую Но есть правило неукоснительное, да, то есть и не хватает пищи И тогда ночью происходит вот это компульсивное наедание, когда человек восстанавливает этот самый запас Но при этом человек начинает себя еще и винить за это, что он отказался от тех самых правил И опасность представляет уже не та еда, которую он съел ночью, да А его чувство вины Да, чувство вины Вы знаете, может быть, у кого-то сейчас возникнет вопрос, от чего мы, собственно, вообще об этом говорим Ну, человек переедает или человек там худеет со страшной силой Ну, собственно, и что? Стоит ли говорить об этом? В чем здесь опасность? Опасность для здоровья, в первую очередь Как физического, так и психического Есть еще отдельная тема Это тема высокого качества жизни, скажем так Наверное, мы ближе к концу передачи об этом поговорим Потому что там есть свои стратегии Но в плане недоедания или переедания Это ведь большая нагрузка на пищеварительную систему Которая через некоторое время, как говорят медики, декомпенсирует То есть перестает справляться с этой самой нагрузкой И начинает развиваться всякого рода заболевания В случае, если мы говорим, допустим, о женщинах Субтильных, с недостатком массы тела Допустим, анорексия, недоедание То наряду с нарушением работы ЖКТ, желудочно-кишечного тракта Нарушается работа почек Потому что, скажем так, меняется их анатомия Они, как говорят врачи, провисают То есть падают в малый таз Есть такие термины Из-за этого развиваются почечные отеки Возможно, почечные заболевания, пилонефрит и так далее Меняется гормональный фон Перестают приходить менструации Не то, что вовремя, а в принципе они могут закончиться И каскадом идут другие достаточно разрушительные последствия То есть их на самом деле много и они весьма чреват И вся детородная функция Ну, в принципе, система, она нарушается в этом случае Ну хорошо, из того, что вы говорите Можно предположить, что в случае обнаружения у себя таких симптомов Человек должен пойти либо к гастроэнтерологу Поскольку мы говорим про пищеварительную систему Либо там гинекологу-курологу Куда все-таки податься для решения этой проблемы? Сами клиенты знают, с чем связаны их проблемы Они понимают некий психологический или психический генез, ну, то есть причину Но до психиатров доходят далеко не сразу Вот, в силу, ну, определенной, наверное, антуража Врачей этого профиля и так далее Но по канонам, по стандартам медицинской помощи Анорексия и булемия – это психиатрическое заболевание Которое требует именно комплексной работы со стороны психиатров, психологов и психотерапевтов Гастроэнтерология здесь работает со следствиями И уже психиатр может направить гастроэнтерологу на ликвидацию последствий, скажем так Но причина основная и основное лечение – это, конечно, исключительно психиатрического толпа А причина обычно скрывается в той картине мира Относительно своего пищевого поведения, которое есть у пациента И до тех пор, пока она не будет изменена Вследствие психотерапевтической работы, психологического консультирования Остальным врачам остается только иметь дело с этими последствиями А картина мира бывает достаточно жесткой И менять ее бывает весьма сложно Потому что человек, допустим, 15-20 лет жил в одной парадигме В одной видении представлений Довел себя до определенного состояния Возвращаться обратно, менять установки, убеждения и так далее Это всегда такой сложный, энергозатратный процесс Требуется очень много поддержки, понимания со стороны врача И так далее, и так далее Я бы даже, наверное, рассказал здесь важный период В какой подсоединиться к изменению Потому что либо очень ранние, очень поздние этапы Они достаточно тяжелые в практике Ну вот смотрите, Владимир Александрович сказал, что пациенты на самом деле знают причину Но на самом деле часто ли они знают и понимают Что у них расстройство, нарушение пищевого поведения Которое уже требует лечения у специалиста Часто ли пациент приходит добровольно и понимает, что ему нужно решать? Ну вот в нашей практике, поскольку она частная К нам пациенты приходят добровольно или их приводят родители То есть их точно не привозит ни от ложка Да, их не привозит ни от ложка Вот, поэтому нам, наверное, у нас, ну, может быть, не общая выборка А достаточно такая узкая получается Но если человек имеет критику к своему состоянию Понимает, что с ним что-то не то То, как принято говорить, в таких случаях Это как минимум 40% успеха Ну а известны ли вам случаи, пусть, предположим, из практики коллег Когда человек сопротивляется категорически и не желает лечиться И приходится это чуть ли не насильственным образом делать? Ну, законодательство работает таким образом, что насильственным образом лечить никого нельзя Но если крайняя форма анорексии, в принципе, это уже опасно Не только для здоровья, но и для жизни Да, тогда, как бы, организуют стационарное лечение Но человек уже настолько слаб, что сопротивление-то особо он и не оказывает Тогда он просто лежит под капельницей Ему восстанавливают электролитный, углеводный баланс и так далее Все нарушено в этот момент Потом, когда у него уже сила появляется Он уже в определенной обстановке сопротивления, скажем так, не оказывает Из того, что вы говорите, можно предположить, что для большинства людей, которые попадают в такую беду Характерно стремление к перфекционизму О, да Какие еще характерные черты есть у ваших пациентов? Сергей Олегович, наверное, расскажет об этом Я немножко про перфекционизм Мы вас сейчас тоже по дороге сюда обсуждали Этот момент вспоминали И общих, и наших отдельных пациентов, клиентов Вот на недавних таких каких-то случаях Ну, то есть начали Часто ловятся такие моменты Мысли у человека о том, чтобы создать самого себя Целиком и полностью Вот Очень часто молодые девушки Вот В период такой вот сепарации от своей семьи От каких-то маминых, папиных установок И общественных установок в том числе Доходит в своем состоянии вот этого бута Не быть собой, а быть лучшим Да, до того, что он начинает уже создавать себя сами И процесс похудения, да Ну, то есть процесс контроля питания Это вот как раз-таки вот про этот момент Да Плюс они еще очень часто сопровождают физической нагрузкой Причем очень такой Причем изматывающей физической нагрузкой Нет, бездумные, да Ну, то есть не консультируясь со специалистами в этом направлении Да Там основной лейтмотив, что я создаю себя сама Вот И я такая, какая я Ну, вот там, хочу быть или вижу саму себя То есть, ну, в этом случае Такой тяжелый момент Потому что Этот момент отрицания И очень часто даже Хорошие рекомендации специалистов В своей семье не слышатся Да То есть они имеют обратный эффект Человек уходит В отрицание всего этого То есть это перфекционист И бунтарь в одном лице Вот Что, в принципе, может быть и свойственно для кризиса Сепарационный кризис Это когда Ребенок уходит из семьи И становится самостоятельным членом общества Вот Вроде как считается, что в норме это около 18 лет Читается, да Читается Но бывает по-разному Вот мне кажется, что Одна из главных причин того, что сегодня эта проблема стоит так остро Это общество Которое культивирует красивое тело Определенные стандарты Это отнюдь не кустодиевские женщины Это женщины другого плана И для того, чтобы иметь такую фигуру Нужно очень много работать Ну, работать правильно Это диета и физические нагрузки Как, собственно, еще это сделать? Да, но Поэтому ваши пациентки Это в основном девушки? Или все-таки нет? В давляющем большинстве, да Наши пациентки, в принципе, в мире По статистике Анорексия и булимия страдают женщины Вот анорексия практически только женщины До последнего времени была именно такая статистика Что это именно культуральный аспект То есть общество навязывает женщине Ее внешний вид Он должен быть соответствующим Быть другой сегодня уже, в общем, не очень комфортно Непрестижно, да Падает самооценка в связи с этим и так далее Помню, года два назад С одной из клиенток Мы рассматривали журнал какой-то модный Вот И спорили с ней на очень такую простую тему Ей казалось, что все девушки, которые там сфотографированы Это вот они такие и есть на самом деле в жизни Вот Я ей показывал о том, как вот Просто вот на конкретном примере происходит фотомонтаж Как происходит работа в фотошопе и так далее То есть нету критики Потому что мы видим на страницах, потому что мы видим на телеэкранах И кажется, что вот это оно так и есть Вот эти люди смогли себя достроить соответствующим образом Почему бы и мне не смочь Поэтому периодически волнами идут Вот, скажем так, проблемы, связанные с питанием Проблемы, связанные с лицом Косметические бумы Проблемы, связанные с фитнесом И с чрезмерным употреблением физическими нагрузками и так далее Ну, в зависимости от того, что мы видим в масс-медиа Так это влияет на нашу психологию Чувствую себя виноватой в этом Ну, вот часто, да, говорим про то, что общество виноват Ну, мы же тоже часть этого общества, да Поэтому, наверное, не всегда есть смысл говорить про то, что общество Им прям конкретно виноват в этом случае Противоставлять себя Да, оно задает некоторые стандарты, да Следовать или не следовать им Ну, то есть, да, всегда есть определенный выбор Вопрос в том, что есть возраста или периоды, да Ну, то есть, жизни человека, когда он особо уязвим к этим вот навязанным стандартам Особенно тогда, когда он отказывается от стандартов Своей собственной семьи, своих родителей Своего ближайшего окружения, да То есть, да, он нуждается в новых стандартах И он идет за ними куда, да И может стать жертвой рекламы В пространство, да, общество Самым простым образом Ничего удивительного Ну, вот, когда я читала симптомы Вообще, как можно уже заподозрить у себя расстройство пищевого поведения Я, честно говоря, обнаружила у себя симптомы все И склонности к булимии, и к анорексии, и, естественно, и к перееданию А если быть серьезной, то все-таки Как поймать какую-то вот эту точку, чтобы не стало поздно Как насторожиться? Есть, безусловно, диагностические критерии Ну, по которым судят врачи Но здесь нужно прояснить некий момент Тело в том, что мы генетически склонны к тому, чтобы переедать Когда-то там давно в каменном веке Когда не было шаговой доступности источников пищи Поймали животное и съели Все, что было, то, так сказать, и поглотили Вот И природа это стимулировала Выживали те, кто успевали съесть Успевали, скажем так, накопить какой-то подкожный жирок и так далее И так далее Это закрепилось И на данный момент этот уже неактуальный генетический материал Продолжает так же качественно работать Нам приятно поглощать пищу Мы испытываем от этого удовольствие Поэтому, собственно, пища – это противотревожное средство И в накоплении, так сказать, лишней массы тела Нет ничего патологического Это заложено природой Вот поэтому практически все мы к этому склонны В той или иной степени Еще и культура потом То есть уже если отходить от каменного века То есть более поздние периоды Заметьте, да, в пословицах Различных устойчивых выражениях, которые есть в нашей речи Присутствует так или иначе Либо процесс питания Либо какие-то органы, связанные с этим Путь к сердцу мужчины лежит через его Там, да, в желудок, да Хорошего человека должно быть много Что намекает о его, да, ну, то есть некоторых размерах тела Что должно насторожить? Значит, наверное, все-таки немного о том, что настораживать не должно Если диета плавает, то есть то больше едим, то меньше То хочется сладкого, то не хочется Это ничего страшного То есть это ведь с огромным количеством всякого рода аспектов связано Был напряженный нервный день, хочется расслабиться Скорее всего будет вкусный ужин Ну вот Если диета всегда стремится, скажем так, к какой-то стабильности То есть человек всячески себя настраивает, чтобы есть одно и то же В одних и тех же дозах То рано или поздно произойдет срыв То есть что-то резко изменится и дальше пойдет не по плану, как говорится Чем непринужденнее ведет себя человек в плане еды, тем он обезопасен Да, тем больше обезопасен каких-то резких срывов Это же не означает все равно, что есть? Безусловно нет Есть вредная пища, есть пища, которая не вредит здоровью И, наверное, мы немного об этом даже поговорим Что может насторожить? Ну, в плане женщины, как жалуются они сами, как жалуются их родители, если это молоденькие девушки Это чрезмерные потери массы тела Считается, что... Больше 15% от массы тела Да, здесь 15% потери в течение какого-то достаточно короткого срока То есть месяца-трех Это, в принципе, недобор индекса массы тела И за этим моментом надо следить Про массы полно информации в интернете То есть можно узнать индекс массы тела, можно узнать, какие нормативы И если человек этому не соответствует, то уже надо разбираться, почему Потому что, когда есть определенный недобор, обязательно страдает организм То есть есть какие-то изменения на уровне гормонов и так далее Еще, наверное, критерием, который могут насторожить Как самого человека, так и его родственника, который в этот момент его окружает Наблюдает этот процесс Это фиксация вообще на теме еды Да То есть когда тема еды становится той темой, которую человек уделяет огромное количество своего времени Например, мыслей своих собственных Часть из наших пациентов, допустим, в какой-то момент Только об этом говорят Да, ну то есть мало того, что говорят об этом Они в какой-то момент работу или место работы подбирали так, чтобы там была возможность Убедрировать свои потребности в еде Вот так Да Еда и концентрироваться, вся жизнь вокруг нее строится То есть это вот тот фактор, когда до этого человек не отличался особой настороженностью А вдруг он меняет свое поведение или постепенно это делает Это то, что будет настораживать Как при переедании, так и при недоедании, смотря в какой вектор это повернется Если говорить про переедание, то, наверное, ну вот если нужны какие-то цифры То обычно, ну вот такой стандарт является то, что если вот безудержное такое немножечко, да Такое, то самое, наедание без чувства насыщения, да Ну то есть в процессе этого самого происходит более там или около двух раз в неделю На протяжении хотя бы трех недель Это уже признаки того, что пора бы заняться этим вопросом Так, ну вы тогда скоро, по-моему, будете лечить поголовно все население На данный момент Потому что многие очень страдают такими вещами Да, это эпидемия Ну хорошо, вряд ли мы проговорим подробно о специфике лечения таких больных Не знаю, больными можно называть пациентом Пациентом Но когда вы получаете такого пациента, собственно, что вы делаете дальше? Это какие-то психологические беседы, это медикаментозные средства Что это, собственно, вот? В зависимости от тяжести состояния, конечно, лечение может быть простым в виде психотерапии Или комплексным в виде психотерапии и действительно медикаментов Но в первую очередь мы должны определиться, что с ним происходит, почему это произошло Что и лежит в основе В основе, как правило, лежит либо депрессия маскированная, спрятанная Либо тревожное расстройство То есть чрезмерная тревога Они тоже являются, скажем так, следствием каких-то других моментов Ну, скажем так, серьезные семейные дисфункции Нарушения в семье, проблемы в семье Серьезные социальные дисфункции То есть человек не устроен в жизни Не живет так, как хочет и так далее И купируя острую симптоматику То, с чем непосредственно обратился человек Мы постепенно переходим к причинам С чего все это началось Какую социальную потребность человек, не реализовывая в своей жизни, начал замещать ее проблемой веса Очень часто Вот если уж про женщину мы сегодня говорим Ну, тема такая, видимо Про женщину все равно приятнее Да, приятнее Ну, то есть часто, допустим Женщине на каком-то этапе Ее не очень удовлетворяющих Или совсем удовлетворяющих отношений С супругом Легче становится решать проблему Своей худобыли полноты А не заниматься, да, выяснением То есть не задаваться даже вопросом Живу ли я с тем человеком, которому хотелось Сблемация такая, да? Сблемация такая Сблемация и смещение То есть смещение фокуса внимания С важной проблемой на второстепенной Да В какой-то момент это переедание Начинает сопровождаться вот депрессией О чем говорил Владимир Александрович Да, то есть наша задача понять причину этой депрессии А скажите, что самое сложное в работе с такими пациентами? Самое сложное Самое сложное войти в невдоверие В невдоверие, да Потому что они, вот как было сказано Они же подозревают или там, ну по крайней мере Понимают, что что-то не так Они знают, что люди на это тоже смотрят Ну вот не очень одобряюще Особенно если они перед этим прошли ряд специалистов Да это же не специалистов, в их семье Им про это много говорили Получили много критики Критика, которые родственники искренне считают Что это как-то повлияет на то, что человек остановится Например, да, меняет свою точку зрения Ну вот Поэтому когда они приходят к нам, они уже, ну как ежики Они готовы ко всему А к чему они не готовы Это услышать какую-то вот Хотя бы долю чего-то там Правда истинная То есть, да То, что подавалось им довольно травматично до этого Поэтому вот это самый сложный момент Это вот начало этой самой работы К сожалению, совсем чуть-чуть времени остается Я бы все-таки хотела задать вам еще такой вопрос Тема очень модная сегодня, актуальная Это ПП еда, так называемое Правильное питание И знаю, что ситуации бывают совершенно абсурдные Человек настолько Ортодоксально идет по этому направлению Что начинает терять друзей Там какие-то связи с людьми И так далее Что вообще Вот вы об этом, обо всем думаете? Да Ортодоксальность В начале передачи мы говорили Это уже признак чего-то То есть, если есть жесткие неукоснительные правила В том числе в плане качественной еды То надо понять, почему человек настолько на них Сконцентрирован Возможно, это тот же самый вариант смещения Есть какие-то другие проблемы Которые он решить не в состоянии Или не хочет их решать И он полностью концентрируется на еде Он считает, что он хочет быть здоров Зачем? Да, то есть Это залог успеха, например Да, ну залог успеха Ну давайте, предположим, не болеть Чтобы не иметь проблем с желудочно-кишечным трактом И с лишним весом И с лишним весом Как это редко встречается в нашей практике Чтобы человек мотивировал именно так Да Чаще всего это подвязывается К успешности какой-то К статусу, конечно И ППЕ, да, в том числе К группе определенной Соответственность к социальной группе То есть если есть люди Которые добились успеха И вот живут таким образом То, наверное, я повторяю за ними Эти моменты Буду настолько же успешным И так далее То есть это, в принципе, может быть Признаком инфантильного поведения Детского Недостаточно зрелого Трезвого взрослого Ну а что все-таки по поводу моды-то? Что все-таки по поводу моды Ну, наукой установлен Жесткий факт Который, скажем так, доказан Это то, что Некоторое недоедание То есть так называемый Калорийный дефицит Действительно влияет На качество жизни И на продолжительность То есть если мы недоедаем То живем мы дольше И болеем меньше Вот Также доказан тот факт Что чрезмерный Сплеск углеводов в крови То есть так называемые Быстрые углеводы сахара Допустим, где там Темное пиво Они негативно влияют на здоровье Вот Если уровень углеводов в крови Поднимается постепенно Что связано с потреблением Ну, скажем так Сложно перевариваемой пищи Каши Там, картофель Зерновые То все нормально Практически это единственная рекомендация Которой можно придерживаться Вегетарианство Веганство Или наоборот Мясоедение Это некоторые крайности Которые, к сожалению К успеху не приведут Потому что здесь нас Природа немного Обманула Переиграла То есть мы по своей природе Не плодоядные Не плодоядные Не зерноядные Скажем так Мы что-то смешанные Если мы придерживаемся Какой-то отдельно взятой диеты То мы обязательно приходим К какому-нибудь патологии К какому-нибудь нарушению здоровья Всего понемногу Это, ну скажем так Более вероятный вариант Это я как бы рассказываю Именно данные клинической практики То есть это данные людей Которые исследовали Скажем так Тех самых вегетарианцев Веганов Сыроедов И так далее То есть рано или поздно Наступает декомпенсация В связи с приемом Какой-то изолированной Вида пищи И наступают какие-то проблемы Ну хорошо скажут нам сейчас зрители И что же из этого сделать Какой вывод Вообще не обращать внимания На питание Не придерживаться ни диет Ни вообще собственно что Что правильно Достаточно много информации На этот счет Сейчас можете коллеги Мне еще и дополнить Ну все знают Что лимонад это вредно Все знают Что сладкое это вредно Ну вот Все знают Что если питаться Одним сплошным мясом То скорее всего Будут какие-то тоже проблемы И нарушения То есть Примерная информация В обществе О правильном здоровом питании Присутствует И мы лишь говорим о том Чтобы не впадать Некую маргинальность Не превращать ее в хобби В любом случае Да Ну вот А как я уже говорил В начале вот именно Этого момента Недоедание Легкое недоедание Это самый такой Перспективный способ Действительно Ухаживать за собой Сохранить здоровье Сохранить здоровье На должном уровне Дело еще в том Что забота о здоровье Подразумевает Не только правильное питание Хотя это очень важный аспект Да И очень часто люди забывают Про это Ну то есть С теми же самыми диетами Да Когда человек пытается похудеть Меняя свои Гастрономические предпочтения Да Но при этом Совершенно не уделяя Внимания Физической нагрузке Да Или игнорируя Факт курения Или да Достаточно часто Употребление алкоголя Пускай даже не очень крепкого Да Ну да То есть есть слепые пятна И желательно Чтобы они все Перестали быть таковыми То есть действительно Здоровая жизнь Это много-много аспектов Которые нужно учитывать Да Физическое Решать это за счет Одного питания Да Обстановка в семье В конце концов Искать легкие Честно говоря Сегодня вот просто До слез обидно Что заканчивается программа Потому что тема очень интересная И наверное Говорить еще можно было бы много Да Она на самом деле обширная Спасибо большое За участие в нашей программе Любое расстройство Пищевого поведения Может стать причиной Развития серьезных проблем Со здоровьем Как правило В его основе Лежат психологические факторы И поэтому Избавляться от них Необходимо совместно Со специалистами Чем раньше будет Диагностировано заболевание Тем быстрее Можно будет от него избавиться До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова